Сегодня будем про эхолалию разговаривать. Если будет прерваться, вы мне сразу пишите, потому что у меня в кабинете нет вай-фая. Я надеюсь, что все будет хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте начинать с вами про эхолалию. И не забывайте, пожалуйста, вы мне периодически шлите сердечки, чтобы я понимала, что я не сама с собой разговариваю, что я тут не одна. А мы будем про эхолалию рассказывать с вами. Я буду вам рассказывать то, что я знаю, и как я с эхолалиями работаю, когда ко мне приходят дети, у которых есть эхолалия, и какие рекомендации даю я родителям. Потому что очень часто многие специалисты рассматривают эхолалию только как что-то негативное, как какое-то проявление заболевания. И на самом деле эхолалия, она относится к симптоматике, и это всегда симптом. Нужно понимать, да, затянувшийся эхолалия, это всегда симптом. Но хороший он или плохой этот симптом, вот мы сегодня будем разбираться с вами. Для начала мы должны с вами, давайте, да, начинаю. Привет, всем привет. Для начала мы с вами проговорим то, что я вчера вам говорила в видео. Здравствуйте, здравствуйте. По поводу типов эхолалии. Есть немедленные эхолалии, да, то есть, когда вы спрашиваете ребенка, ты кушал сегодня или что ты сегодня ел? И ребенок вам отвечает, да, что ты сегодня ел. Причем она может быть полная, ребенок полностью повторяет вашу фразу, а может быть избирательная, то есть, он может повторить, например, конец фразы, да, он может сказать, не что ты сегодня ел, а ты сегодня ел или сегодня ел, да, то есть, он может повторить часть фразы, спасибо большое, он может повторить часть фразы, но при этом это будет считаться немедленной эхолалии, то есть, он в любом случае повторил либо всю фразу целиком, либо только ее часть, Но при этом еще дети, эхололичные дети, они могут повторять не только содержание фразы, но и интонацию. То есть, например, если вы спросили, ребенок может прям вашу интонацию, вопросительную интонацию вам ответить. Второй вид эхололии – это отсроченная эхололия. Это когда ребенок повторяет какие-то фразы, которые он уже знает. Например, из мультфильмов, из кино, из книг, разговаривать с отрывками из книг. То есть, вы его спрашиваете, а он вам какую-то заученную фразу повторяет. Вы ему задаете вопрос или вы пытаетесь с ним выйти на коммуникацию, он вам фразу, которую вы сейчас не произносили, но тем не менее, как отсроченная эхололия, она у него проскакивает. Вообще, отсроченными эхололиями, и мы часто пользуемся с вами взрослые, просто мы не знаем, что это называется, да, отсроченные эхололии, когда мы отвечаем на какие-то вопросы цитатами из фильма, да, когда мы хотим пошутить, сиронизировать по какому-то поводу. То есть, по сути дела, пользование и умение использовать какие-то отсроченные эхололии, какие-то цитаты, оно заложено в мозге, потому что это как дополнительное средство общения. И третий вид эхололии, это аутоэхололии, когда ребенок повторяет сам за собой. И вот мы сегодня будем с вами разбираться, что хорошо из этого, что из этого плохо, и как с этим работать. Для начала, так как я изначально учитель русского языка литературы, и это очень важно, мне кажется, обозначить вот эту информацию здесь, чтобы вы понимали, что у нас есть два средства общения. Лингвистические средства общения и паралингвистические средства общения. Я сейчас расскажу, почему я эту информацию начинаю рассказывать на эфире по эхололиям, да. То есть, лингвистические здесь все понятно, это непосредственно речь, это грамматические конструкции, которые мы используем. А паралингвистические, что сюда входит? Это фонационные, да. Иногда мы можем, что у нас к фонационным средствам общения относится? Это интонация, ударение, паузы различные, громкость голоса. Иногда мы можем даже просто за счет фонационных средств общения что-то сказать, да. Но при этом не добавляя лингвистических средств общения. Но за счет того, что мы выдержали паузу или как-то интонации отреагировали, мы можем что-то сообщить нашему, да, визави. Мы можем что-то сообщить нашему напарнику, так скажем, по коммуникации, не используя лингвистические. Второе паралингвистическое средство общения – это кинетические, да. Это жесты, это мимика, это позы. То есть мы, опять же, мы не обязательно можем использовать язык, мы можем использовать кинетическое средство. То есть мы можем отреагировать жестом, позой или каким-то действием, например, демонстративно встать и уйти. Или наоборот, приблизиться, сделать шаг. Это тоже средство общения. И третье паралингвистическое средство общения – это графическое. Это то, что мы на письме используем. Символы, смайлики, да, вот эти вот все моменты. Зачем я вам это говорю? Дело в том, что как раз эхололия, она в большей степени относится к паралингвистическим средствам общения, паралингвистическим средствам коммуникации. И в этом сложность именно для детей с раз. Потому что у деток с раз, у них что, да, у них часто снижена эмоциональная какая-то чувствительность. То есть они могут быть, наоборот, эмоционально лабильны. Они могут быть эмоционально зажаты. Они очень плохо используют вот эти паралингвистические средства общения, потому что они не понимают, как ими пользоваться. И детям, у которых и раз, да, и эхололия является симптомом раз, им гораздо тяжелее выйти на коммуникацию, потому что они не могут выразить свое, они не могут нам ответить с помощью паралингвистических средств. Они не могут поправить нас интонацией, темпом, еще каким-то образом, жестом или перемещением в пространстве. Кстати, вот перемещением в пространстве, они как коммуникации пользуются чаще всего. То есть они встают, уходят, если они хотят нам сказать нет, или они к нам подходят, да, или подсаживаются ближе, если они хотят сказать нам да. И вот когда вы мне говорите, что наш ребенок общается на каком-то своем языке, на непонятном нам языке, это как раз и говорит о том, что ваш ребенок для коммуникации использует не лингвистические средства общения, а паралингвистические. И по сути это является нормой в определенный период, потому что паралингвистические средства общения дети осваивают быстрее, да, он еще совсем маленький, кроха, не говорит, не ходит, но у него уже есть вот эти вот средства коммуникации. И когда он задерживается в этом этапе, очень важно вот этот паралингвистический момент общения не потерять. И очень важно за эхололии не ругать и их не прерывать. И мы с эхололиями не боремся. Мы сейчас будем с вами говорить, как работать с эхололиями и что делать. Очень важно, что мы не ругаем за эхололии и мы не пытаемся их убрать. Мы работаем над причинами появления эхололии. И давайте вот сейчас как раз мы с вами перейдем к причинам. Меня видно, слышно? Напишите мне, я попью водички. Или сердечки, девчонки, что-нибудь поприсылайте, а то у меня вай-фай в кабинете нет, я боюсь, что я буду прерываться. Мы сейчас с вами, а, все вижу сердечки, мы сейчас с вами про что поговорили, да? Про средства общения лингвистические и паралингвистические. И что я не сказала, да, предположения. Вообще эхололии очень плохо еще на самом деле изучены. И особенно в России очень плохо изучены. Вот то, что я получаю информацию, которую из зарубежных, скажем так, институтов исследования, там они больше этому внимания уделяют. И есть предположение, что эхололия, так как эхололия это правополушарная функция, опять же, да, откуда это? Из аппаратных методов исследования информация. Потому что когда ребенок эхололит, у него в большей степени активизируется правое полушарие. Ну и мы с вами много раз об этом говорили, что эхололия, она правополушарная. И вот есть предположение, что эхололии задерживаются как раз из-за того, что левое полушарие функционально неразвито, функционально недоразвито. Или есть какое-то органическое нарушение, например, вследствие гипоксии, или вследствие травмы, или вследствие какой-то инфекции. И вот опять муж мой, муж, выйди, вот сейчас опять будешь мне слать сердечки, буду я отвлекаться на тебя. Потом с тобой поговорим. Эхололии, они правополушарные. Речь у нас, все речевые центры находятся в левом полушарии. И вот очень часто ребенок задерживается в эхололии как раз потому, что у него левое полушарие не готово на себя принять функции речи. И давайте с вами про причины. Мы как раз с вами про причины начинаем разговаривать. У нас всего есть три причины появления эхололии, которые у нас коммуникативные эхололии. И две причины эхололии, когда ребенок эхололит сам с собой. Потому что у всех детей эхололии появляются по-разному. Кто-то, например, когда вы пытаетесь с ним выйти в коммуникацию, ребенок вам эхололит в ответ. Но когда он, например, сам с собой играет, он в этот момент молчит. Или у него просто вокализация, он просто напевает. А есть дети, которые наедине сами с собой тоже эхололят. То есть они сидят, рассказывают сами себе стихотворения или сами себе поют песенки. То есть вот эти два момента мы рассмотрим и разберем причины. Первая причина эхололии, которая коммуникативная, когда вы спрашиваете ребенка, а он вам отвечает. Это непонимание речи. И на самом деле вот эта проблема непонимания речи, она достаточно серьезная и достаточно распространенная. Потому что родители очень часто даже не могут диагностировать, что ребенок не до конца понимает речь. Потому что общение родителя чаще всего с ребенком происходит на бытовом уровне. И ребенку интуитивно понятно и знакомы все ситуации, в которых вы с ним общаетесь. Но при этом, когда вы, например, сажаете ребенка за развивашку, за какое-то пособие, за игру, вы начинаете видеть, что речь-то он не понимает. Когда я его зову есть, когда я его зову обедать, когда я его прошу включить свет, и он интуитивно понимает, что ему надо сделать это, он якобы речь понимает. Это вот у меня самая частая ситуация. Это у меня вот на марафоне по запуску речи, когда мы первые три дня, у нас там тренинги, да, с вами. Описательный тренинг, номинативный тренинг, глагольный тренинг. И вот на этих первых трех днях как раз всплывают все моменты, в которых дети речь не понимают. Хотя, да, очень часто у меня консультации начинаются с того, что он все понимает. Начинаем разбираться, выясняется, что речь ребенок не понимает, а понимает только ситуативно. То есть вот первая причина – это глобальное непонимание речи. Вторая причина появления хололии или задержки ребенка на стадии хололии – это медленная обработка информации. Когда у ребенка слабая нейродинамика, либо когда затруднено понимание речи за счет того, что плохо обрабатывается слуховая информация. При этом у него физический слух будет в абсолютной норме. Но есть исследования, которые могут показать, что звук задерживается в обработке. И, соответственно, мы можем увидеть, что слуховая информация, несмотря на то, что физический слух в норме, обрабатывается мозгом с запозданием. И что происходит в этот момент? Хололия ребенку помогает, скажем так, выиграть время. Он понимает, что вы ждете от него ответа. Он понимает, что нужно что-то ему ответить вам. И тогда первое, что приходит на ум – это использование шаблонной фразы. И это очень часто бывает в каких семьях? В семьях, где есть такой, знаете, немножко директивный способ воспитания ребенка. Когда ребенок не имеет собственного мнения, собственной возможности как-то высказаться. Когда с ним разговаривают только побудительными предложениями. Когда очень часто бабушки этим злоупотребляют, потому что они хотят прийти. И чтобы наши дети перед ними станцевали, рассказали им стишок. Обязательно со всеми поздоровались, несмотря на то, что детям может быть страшно. И когда, да, это не обязательно может быть так, да, это не обязательно будет директива. Но это очень часто усугубляет ситуацию. У ребенка слабая нейродинамика. У ребенка плохо обрабатываются процессы. Ему нужно время. Очень часто мы видим такое, например, на диагностиках. Ты от ребенка отстаешь. Ты даешь ему больше инициативы. Ты, ну мы сейчас, да, когда я буду рассказывать, как действовать, более подробно на этом остановлюсь. Но когда ты ребенку пытаешься передавать инициативу, ты пытаешься идти за его интересом. И вдруг ты понимаешь, что у ребенка есть инициативная речь все-таки. Это не только их алалия. Просто ему нужно больше времени, чем обычному ребенку, да, чем нормотипичному ребенку. И это важно учитывать, да, что очень многим детям нужно просто время больше давать на то, чтобы ответить. И очень важно осознавать, когда вы будете уходить от эхололи, и когда вы уходите от эхололи, инициативная речь, она будет намного более скудной, намного более сдержанной, чем эхололичная речь, да. То есть эхололими он вам всего Чайковского рассказал, а инициативная речь будет намного беднее. Пропали ваши, не вижу ничего. Ага, так, все, вижу, пошли сердечки. И третья причина эхололи тоже гораздо чаще встречается. Вот смотрите, у нас, если мы возьмем статистику, то самое глобальное, это непонимание речи. Второе по частоте встречаемости, это будет то, о чем я сейчас говорю, о том, о чем я сейчас буду говорить. То есть трудность в том, чтобы сгенерировать собственное предложение. И меньше всего эхололии вызывают именно медленная обработка информации, потому что все-таки с медленной обработкой информации уже давно научились специалисты работать. И вторая по популярности причина, это сложность в том, чтобы сгенерировать собственное предложение. То есть недостаточно у ребенка средств коммуникации, недостаточно словарный запас развит. Это очень часто бывает у детей с аллалиями, да, особенно с моторной аллалией, потому что когда у ребенка моторная аллалия, в чем там сложность? Там сложность с грамматикой. Ребенку очень сложно выстраивать грамматическую конструкцию. Это то же самое, вот понимаете, всегда провожу аналогию с иностранным языком. Например, вас спросили, да, там, do you speak English? Вы понимаете примерно, что вас спросили? Но как сформулировать и сказать, да, я говорю, да, или там, да, мы знаем, как сказать. Но как сформулировать полностью предложение, вы не знаете. И что? У вас наступает ступор. Вы пытаетесь в голове найти какие-то конструкции речевые. Не понимаете, как это сделать. И у вас два варианта. Промолчать, уйти от коммуникации. Ответить как-то, да, там, что-то промычать на своем языке. И третий вариант. Это просто вставить часть вопроса в свой ответ. То есть, когда недостаточно именно навыков составления грамматических конструкций. То есть, мы не можем, да, использовать, мы не можем сами составить предложение. Но если у нас есть в голове какие-то готовые конструкции, готовые шаблоны, тогда мы можем их использовать. Да, то есть, здесь третья причина. Это недостаток языковых средств. Вот это основные причины использования детей эхололи в коммуникации. Именно когда вот мы общаемся с ними. И есть еще две причины использования эхололи у детей. Но это причины касаются только детей, которые используют аутоэхололи. Или когда они, да, наедине сами с собой тоже что-то эхололят. Как правило, это отсроченные эхололи. Только бывает, потому что ребенок сидит и просто, например, рассказывает сам себе стихотворение. Вот здесь две причины. Они все завязаны на сенсорную интеграцию нашу любимую с вами. То есть, первая причина это будет как средство сенсорной стимуляции. То есть, ребенку важно слышать. Он понимает, что люди как-то звучат. Он понимает, что он может быть источником звука. И вот он сидит и для того, чтобы мозг свой простимулировать, которому явно не хватает стимуляции речевой, которому явно не хватает коммуникативной стимуляции, он сидит и сам с собой разговаривает, сам себе поет песни, сам себе рассказывает стихотворения. И вторая причина эхололи, которая происходит наедине с самим собой, это как средство успокоения. Это наоборот, как для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы саморегулировать себя. Потому что мы замечаем, например, что дети перевозбужденные, перенапряженные, они, чтобы как-то себя разгрузить, они это делают через речь, через свое собственное звучание. И я всегда, когда у нас, мы с вами разговариваем, беседуем на консультациях, я вас всегда прошу отследить, а в какие моменты он это использует, в какие моменты. И это касается вообще не только эхололей, а любого средства аутостимуляции. Независимо от того, что там ребенок жует сам себя, пальцы грызет, губы откусывает, пупок ковыряет, тянется к вашей груди, если вы затянули грудное скармливание. То есть к любой аутостимуляции или соску что-то начинает просить, когда он это использует. Мы всегда разбираем здесь два варианта. Первый, я его называю от скуки, это образно от скуки, на самом деле не от скуки, а когда нужна стимуляция, когда нужно подстегнуть себя. То есть, например, сидел-сидел, а раз захотелось ему пососать или погрызть что-то, или что-то потеребить в руках. Это первый вариант. Это значит, это сенсорный поиск, сенсорная стимуляция. И второй вариант, как средство саморегуляции. То есть ребенок перевозбужден, он чего-то напугался, он устал от прогулки, он перенервничал, он пересмотрел гаджет. И вот в этот момент тогда он начинает использовать аутостимуляцию, чтобы саморегулировать свою нервную систему. Вот такие вот, ну пусть будет пять причин, да, то есть мы три причины отдельные мы взяли, когда эхололит ребенок в коммуникации, и две причины, когда ребенок эхололит наедине с сам собой. Нужно ли бороться с отсрочной эхололией, как со стимуляцией? Ни в коем случае, никогда мы не прерываем аутостимуляцию ребенка, какие бы это аутостимуляции не были. Даже если ваш ребенок в качестве аутостимуляции использует бег, да, то есть дети, например, с аутичными чертами, они очень часто бегают по кругу, да, или называется это крылышки, да, то есть они начинают махать крылышками. Мы ни в коем случае аутостимуляцию не прерываем. Если вы, как родитель, наблюдаете в этот момент за своим ребенком, вы должны просто понимать, почему это сейчас произошло. И если у вас есть возможность убрать причину, да, испуга, например, увести ребенка, попросить выйти человека, который, ну, таким образом повлиял, например, кто-то пришел к нам, к вам в гости, да, попросить отсесть или увести своего ребенка в другое место, да, ну, как-то обезопасить его, если эта аутостимуляция вызвана той причиной, которую вы можете устранить. Но прерывать ее нельзя и бороться с ней нельзя. Мы можем влиять только на причины. Саму аутостимуляцию мы должны позволить ребенку провести до конца. Это очень важно, да, чтобы у нас, просто, если нервная система требует стимула или требует саморегуляции, если это не нарушает ничьих границ, да, если это не нарушает и не вредит ребенку, когда мы прерываем аутостимуляцию? Когда эта аутостимуляция связана с собственным телом ребенка, да, когда он раскусывает себе губы в кровь, когда он маструбирует, вот эти аутостимуляции мы переключаем, но мы опять же можем, если эта аутостимуляция телесная, то мы ее можем только перевести тоже через тело, да, то есть подсунуть что-то в руки, какую-то мягкую игрушку, подсунуть грызунок, если ребенку нужно грызть, если у ребенка сенсорный пояс коральный. Но переключить с одного вида аутостимуляции на другой мы не можем, только на такой же, то есть если ребенок через тело себя аутостимулирует, то, соответственно, если нам нужно это прервать, а прервать мы можем только разрушительной аутостимуляцией. Поэтому вот таким образом. Так, причины мы с вами разобрали. Дальше мы должны с вами обсудить, что делать, да. Еще, знаете, про аутостимуляцию, ой, не про аутостимуляцию, а про эхололии, что я вам хотела рассказать, вот у кого дома дети используют аутостимуляцию в виде эхололии. Очень важно, когда наблюдать за, когда вы наблюдаете за ребенком, вы должны понимать, как он используется. Прервался эфир. Жду вас еще раз. Будем теперь... Все в порядке, друзья. Эфир я сохранила, он уже в ленте. Первая часть, там мы с вами говорили про причины эхололии, основные причины и разновидности. А в этой части мы с вами будем говорить, что делать. Я себе выписала несколько пунктов, и мы будем их с вами сейчас обсуждать. Все отлично, вижу ваши сердечки. У кого возникают вопросы именно про эхололии? Я, к сожалению, просто на вопросы не успею ответить, потому что у меня еще сейчас ребенок придет, диагностика. Поэтому по теме обязательно отвечу, если вдруг я в эфире какой-то вопрос не раскрыла. Пока меня не прервали, я начала вам говорить про такой момент, когда вы наблюдаете за эхололиями ребенка. Вот здесь сейчас очень важно прислушаться именно для того, чтобы не потерять привязанность ребенка, чтобы не потерять с ребенком доверительные отношения и вот эту вот коммуникацию, как мамы и дитя. О чем я? Вот смотрите, очень часто дети эхололии используют как средство коммуникации. То есть им, вот мы рассказывали, я рассказывала вот сейчас до этого, что мы используем эхололии, часто детки используют как стимуляцию, например, и как средство саморегуляции. Но основная задача эхололии, когда ребенок эхололит вам, это вам что-то донести, это с вами пообщаться и прокоммуницировать таким способом, который ему сейчас доступен. И когда вы ругаете за эхололии, не пытаясь понять, что вам хочет ребенок сказать, когда вы говорите, да не повторяй за мной, ответь мне, да что ты за мной повторяешь? Вы нарушаете коммуникацию, вы вызываете, первое, речевой негативизм, второе, вы вызываете сопротивление, и третье, вы вызываете недоверие к себе как к родителю. И это очень такая опасная на самом деле игра, которую лучше избегать. И всегда нужно понять, а что сейчас ребенок хочет мне сказать. Привожу пример. Вот у меня буквально, я не помню, месяц назад, Оксана, если вы будете смотреть, если вы сейчас здесь, я не видела, напишите мне. Вот мы разбирали ситуацию с эхололиями. Ребенок использует девочка 4 года, папа пришел. То есть у нее, например, вот это вот эхололия, папа пришел, она запомнила эту фразу, и она ее очень часто повторяет. И что, когда мы начали разбирать, мы поняли, что эта фраза у нее значит. Для нее вот эта вот фраза, папа пришел, обозначает эмоцию радости. То есть, видимо, в каких-то ситуациях, да, мама с дочкой сидели, может быть, скучали, и тут папа пришел. И теперь девочка использует вот эту фразу, папа пришел, это эхололия чистой воды отсроченная. Но она ее использует во всех ситуациях, в которых она хочет донести до мамы, что ей стало весело, что ей стало радостно. И очень часто дети берут какие-то фразы, например, которые у них вызвали какую-то эмоцию, из книжки, из мультфильма, просто заученную какую-то фразу, и вставляют ее в те моменты, когда они вам хотят что-то сказать, что, а, я расстроился, да, как вот в тот раз, вот в этой книге, да, вот в этот момент было грустно, да, там мы изображали, что кто-то плачет, не помню, год назад у меня, по-моему, такое было, плачет баба, плачет детка, ну, вот что-то такое, из курочки рябов, в общем, я не помню уже наизусть курочку рябов, но смысл в том, что тоже вот у меня была такая ситуация, когда мы с мамой разбирали, а почему ребенок в каких-то моментах начинает курочку рябов цитировать, это говорит о том, что ему сейчас хочется вам сказать, и вам донести вот эту эмоцию, что он расстроился, что с ним что-то произошло, и когда вы за это ругаете, вы себя от ребенка отдаляете, важно именно понимать, что, читать между строк, то есть, что он хочет вам сказать, вот этой эхололии, очень часто мы используем такой инструмент, что мы продолжаем, например, ребенок вам сказал какую-то фразу, из фильма, или просто заученную фразу, а вы ему в ответ отзеркаливаете эту фразу, но, например, переставляете слова местами, для того, сейчас объясню, для чего мы это делаем, очень часто, эхололию, например, отрывок из стихотворения, отрывок из песни, или какую-то заученную фразу, ребенок с эхололией воспринимает глобально, то есть, он из нее не выделяет, не вычленяет какое-то конкретное слово, она для него как единое целое, да, то есть, вот папа пришел, это одно слово, один какой-то звук, да, который обозначает для меня вот эту вот эмоцию, вот это вот состояние, я не вычленяю там отдельные слова, и когда вы на эхололию ребенка отвечаете ему этой же его фразой, но меняя слова местами, вы ему даете понять, что эта фраза, она может существовать отдельно, да, что там есть элементы, вы ему даете вот этот момент понять, да, так как у нас эхололия правая полушарная, вы ему эту фразу возвращаете, но в левое полушарие, поменяв местами слова, да, или добавив туда какой-то новый элемент, например, вам ребенок что-то сказал, глобальную какую-то эхололию, вы ему можете, да, как если кто-то изучал вот эти вот навыки активного слушания, например, да, вот в речи, которые используются в продажах, у меня просто был опыт в моей жизни, я еще когда училась в институте, я работала и преподавала, тренинги вела по психологии продаж, мы там учили навыкам активного слушания, вот для взрослых, а в логопедии, в психологии, мы это используем, да, как возврат, эта методика называется зеркало, то есть ты отзеркаливаешь ребенку фразу ее, но меняешь либо конструкцию, либо добавляешь туда какой-то новый элемент, либо заменяешь элементом, чтобы ребенок понял, что ага, эта фраза может состоять из элементов, так, ну давайте, а то я уже начала, да, говорить, как работать с эхололиями, первое, так, у меня здесь 12 пунктов, но это я так набросала, сейчас посмотрим, может быть там меньше, может быть я где-то что-то повторилась, первое, что нужно учитывать обязательно, когда вы работаете с ребенком с эхололией, или когда вы дома находитесь с ребенком с эхололией, вам нужно коммуницировать, нужно разговаривать в разы медленнее, чем вы это делаете обычно, и первое правило у нас, это всегда говорить медленнее, медленнее делать больше паузы, длиннее паузы немножко, конечно, в обычной речи вам возможно будет тяжело это сделать, но, например, когда вы именно идете на коммуникацию с ребенком, для того, чтобы развивать его речь, вы должны уметь переключаться, да, на этот момент, второе правило, это использовать только слова чрезвычайной важности, мы об этом с вами на марафоне постоянно говорим, это главное правило моего марафона, когда вы занимаетесь с ребенком, вы используете только слова чрезвычайной важности, если вы посмотрите сейчас, вот большинство специалистов, которые работают с детьми с нарушениями, да даже с нормированными, это прекрасно работает, мы стараемся говорить как можно меньше, только слова, которые важны здесь и сейчас, никакого лишнего мусора, да, словесного, мы говорим конкретно, то есть первое правило, говорить медленнее, второе правило, использовать только слова чрезвычайной важности, третье правило, часто детям с эхололеми нужно больше времени, и больше возможности проявить инициативу, это основная ошибка большинства специалистов, вот кто работает только с нормотипичными детьми, я помню, когда я искала развивашку своему сыну, я обошла тут у нас все на районе, а мне нужно было просто для коммуникации, да, так как у него были нарушения, да, там в коммуникациях, мне нужно было его социализировать, и я когда ходила, я была просто в ужасе, потому что большинство специалистов, которые занимаются с детьми, они начинают их подгонять, а вот давайте лепим, мамы не сидите, помогайте, давайте лепить за ребенка, подойдет к нему сама сделать, не, от этого не будет развития никакого, пусть лучше ребенок за все занятие сделает, да, там какие-то крохи, и вы мне не принесете подделку какую-то, как результат вашего занятия, но он сделает это сам, инициативно, он сделает это самостоятельно, а не так, что вы в торопях что-то будете делать за него, ему нужно давать больше времени, но при этом четвертый пункт, это давать больше комментариев, да, то есть с одной стороны мы даем ему время, но с другой стороны мы комментируем его действия, например, вы говорите, да, нужна тебе ручка, вы у него спросили, нужна ручка или не нужна ручка, он пока не знает, он, например, переваривает то, что вы ему сказали, пытается понять, и вы тогда, да, вы ждали какое-то время, говорите, ручка, это ручка, да, то есть вы прокомментировали, вы задали вопрос, потом прокомментировали, или там, ты хочешь, не знаю, там яблоко или грушу, да, вы, например, что ты хочешь, яблоко или грушу, и ждете, и потом включаете комментарий, яблоко, груша, то есть вы ему даете дополнительное подкрепление при этом, и вот здесь, когда я вам говорю, например, с нормотипичными детьми, нужно задавать как можно больше вопросов, вот с детьми, у которых много эхололи, мы вопросами их дергать не должны, мы задаем вопросы, и это будет практика, альтернативный вопрос, да, чтобы у ребенка был выбор, то или иное, но с детьми эхололиями, очень важно давать больше комментариев, именно комментировать, если вы что-то делаете, вы комментировали, причем комментируем как, используя только слова чрезвычайной важности, мы не говорим, это синяя шариковая ручка, да, мы сначала говорим, ручка, да, ручка, выжидаем паузу, потом только говорим, синяя ручка, и вот таким образом взаимодействуем, даем комментарии, точечные комментарии, постепенно, это очень схоже с методикой наращивания, да, когда мы постепенно наращиваем, но тем не менее, вот с детьми с эхололиями, важно именно давать комментарии, действия, то есть, если он ест, вы прямо говорите, да, ты ешь, ешь, ты ешь, да, ешь кашу, кашу ешь, и вы больше даете именно комментарии своих точечных, и опять же, возвращаю вас к тому, что, конечно, эхололичная речь, она будет более, казаться более богатой, чем собственная речь ребенка, но тем не менее, мы должны через развитие собственной речи уходить от эхололий, но не бороться с эхололиями, когда будет наращиваться словарный запас, когда будет наращиваться инициативная речь, тогда и, тогда и уйдут эхололии, да, они постепенно будут заменяться, дальше, третье у нас, подкреплять символами, вот это очень важный момент, который, так я сейчас вычеркну себя, какие пункты я назвала, говорить медленно назвала, чрезвычайной важности назвала, меньше вопросов, больше комментариев назвала, теперь мы с вами говорим про подкреплять символами, вот здесь очень важный такой момент, это то, что мы делаем как раз на занятиях, это то, чем я занимаюсь, сейчас я занимаюсь этим реже, потому что я чаще стала давать это именно на дом родителям, потому что то, что получается хорошо у родителей, смысл тогда родителям за это платить, платить, например, мне, если они это могут поделать дома, если это ребенку хорошо дается, прям сейчас минутку, мне кажется, у меня тут в кабинете есть, сейчас прям секундочку, с символами, сейчас я вам покажу, я вам буду показывать это из наборов по запуску речи через чтение, потому что с эхололиями вот эта методика работает просто превосходно, и кто у меня дети с эхололиями, я родителям даю именно эту методику, посмотрите, кто давно там не был на этом курсе запуск речи через чтение, мы туда недавно добавили, я не знаю, пособие 15, наверное, 20, ну вот сейчас, сейчас вот я печатала мальчику, будет на домашнее задание, а, ну это не символы, это картинки, давайте символы, символы мы здесь имеем в виду пиктограммы, сейчас я посмотрю, печатала я его, наверное, пиктограммы уже прошли, в общем, когда мы используем символы, так, здесь у меня распечатанных нету, в общем, у кого есть эта методика запуск речи через чтение, заходите, там в папке новые файлы появились, так, ну давайте вот здесь, ну, например, какие мы используем символы, вот здесь это стихотворение, это уже более сложный уровень, да, вот здесь стихотворение, поглядите за окном, листья сыплются дождем, да, и мы используем символ, поглядите, да, вот здесь смотрит мальчик, поглядите за, да, вот это понимание предлога, в котором мы учим ребенка, перед за, да, посредством обозначения круга, за окном, листья, да, вот сыплет, да, и мы учим посредством пиктограмм. Чаще всего пиктограммы сначала используются простые, вот такие вот шаблоны, вы наверняка видели, особенно кто логопеды занимаются, вы знаете вот эти вот шаблоны. У нас там в запуске речи через чтение есть такие шаблоны на действие, да, то есть, например, кто сидит, тут человечек такой сидит, много цветных картинок, нужно посредством пиктограммы, да, выучить вот этот вот глагол, чтобы он быстрее вошел в актив. За счет чего? За счет символа. Почему мы даем этот символ? Я извиняюсь, я попью воды. Почему мы даем этот символ? Кто был в начале эфира, в первой части, мы там с вами говорили об этом, о том, что это дополнительное паралингвистическое средство общения. И если у ребенка по какой-то причине не формируются лингвистические средства общения, тогда мы посредством добавления ему информации через символ даем это средство коммуникации, да, то есть мы подкрепляем символами. На занятиях, например, если вы проводите групповые занятия или если вы с ребенком занимаетесь, вот это уже то, что я родителям редко даю, это то, что я сама использую, да, символ, например, мы с ребенком что-то делаем, нанизываем бусинки на веревку или выстраиваем мозаику по очереди, мы придумываем какой-то символ, да, например, не знаю там, на ком шапка, то ты делай, да, и когда ты надеваешь ребенку, потом ребенок надеваешь себе, ты делаешь, или когда у тебя что-то в руке, или мы даем знак, да, значок, значок чемпиона, или кубок, да, у кого кубок, то ты делай, то есть вот оно добавление символа, дети учатся саморегуляции, дети получают дополнительную информацию. Почему говорю вот это, я не даю родителям, потому что очень часто именно с родителями у детей не получается саморегулироваться, да, это только, ну, как бы, если у вас уже ребенок приучен к занятиям и может воспринимать вас дополнительно еще как, не только как маму, да, но как человека, который помогает в обучении, тогда у вас получится. Если у вас не налажена подобная коммуникация, то тогда, конечно, будет сопротивление в этом моменте, он захочет, чтобы у него всегда был кубок, или только чтобы у вас был кубок, и чтобы вы делали все своими руками, но к этому важно ребенка приобщать. Дальше, подкрепляем символами, следующий момент, подкрепляем действиями, сейчас расскажу на примере, чтобы было понятно. Например, вы качаете ребенка на качелях, или вы что-то делаете, играете с ним в игру по кочкам по кочкам, например, да, вы посадили его на коленки и говорите там, раз, два, три, бум, да, ноги раздвигаете, он у вас падает, все весело, смешно. Второй раз играете в эту игру, раз, два, три, бум, да, и так до тех пор, пока ребенок, и вы делаете всегда одни и те же движения, там, раз, два, три, бум. Потом, что мы делаем? Мы забираем слова, а действия оставляем. Раз, два, три, и ребенок должен упасть, а вы забыли сказать бум. И вот в девяносто девяти процентах случаев ребенок начинает говорить бум сам. То есть, вот это бум появляется у него инициативно. Потом мы пробуем, да, например, раз, два, убирать три, бум оставлять и смотреть, будет ли ребенок. То есть, у него вот это слово подкреплено действием. Или, например, тоже мы проводили с клиенткой такой эксперимент. Все в порядке, да, видно меня, слышно? Не пойму, зависла или нет? С клиенткой проводили эксперимент. Папа приходил с работы и каждый раз говорил одну и ту же фразу. Привет, сынок, да, привет, сынок. Вот мы договорились, да, что папа будет говорить одну и ту же фразу. И потом, через какое-то время, папа пришел, рукой помахал, а привет, сынок, не сказал. И ребенок тогда сказал это сам, да, то есть, у него это как инициатива на действия, понимаете? То есть, вы задаете подкрепление действием какое-то, например, каждый раз, когда вы накладываете ему обед, или каждый раз, когда вы накрываете на стол, вы совершаете какие-то действия и подкрепляете это одними и теми же словами. Например, да, это тебе, а это мне, это тебе, а это мне. И наступает какой-то момент, да, там, через несколько дней, вы это делаете, а слово не говорите. И вот здесь у ребенка просыпается инициативная речь, потому что он запомнил действия, да. То есть, вам нужно это отследить у себя. Каждый день, например, возьмите себе какую-то привычку, которую вы будете, какие-то действия, которые вы будете подкреплять одними и теми же словами. Что это может быть, да, я вам сейчас перечислю из того, что мы уже пробовали на клиентах, что я сама отслеживала, да. Это накрывание на стол, это считание ступенек, когда вы идете, поднимаетесь, например, к себе в дом или к себе в квартиру. Это какая-то сюжетно-ролевая игра, которую вы будете повторять день ото дня, подкрепляя какой-то фразой, любой фразой, в зависимости от того, какая у вас будет сюжетно-ролевая игра. Вы пробуете это делать на протяжении минимум недели и 10 дней. И потом из этой игры постепенно вы убираете слова. И эти слова у ребенка появляются в инициативе, то есть они переходят в его свободное распоряжение, потому что вы подкрепили действия. То же самое, когда вы подкрепляете, например, символами или подкрепляете, например, картинками, вот это то, что это способие, да, опять же, чтение, чтение, запуск речи через чтение. То есть вот, у машины есть, и вот здесь мы там врезаем, да, это вот, я просто домашнее задание тут мальчику приготовила, когда есть подкрепление дополнительно символа. Почему я вот делаю вот так? Потому что ребенок будет сам это намазывать, приклеивать вот сюда, да, в эти шаблоны. У него через руки эта информация пройдет, он с ней посоприкасается, и он будет запоминать, да, у него больше появится инициативных слов, когда он поиграет вот с этими, вот с этими карточками. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня еще здесь пособие просто по запуску речи, прям секундочку. Так, это не то. Рабочей тетради у меня по запуску речи здесь нет, в кабинете. Но в чем смысл? В чем смысл? Это в том, есть такие сказки, они есть тоже в запуске речи через чтение, логопедические сказки называются. В чем смысл? То есть там, например, какое-то слово, да, например, жила-была и нарисована мышка, да, то есть вы читаете жила-была, ребенок показываете на картинку, там мышка, и ребенок читает за вас мышка, да, то есть мы учим вот таким образом фразы. Так, я думала, что это что-то заученное, оказывается, это инициативное. Да, это уже инициативное, потому что это реакция на фразу, это не эхололия уже, это реакция на действие. Это называется речевой автоматизм, который перерастает непосредственно в инициативную речь. Дальше, мы с вами сказали, подкрепляем действиями, да, например, раз-два-три ситуация, подкрепляем жестами, это то же самое, например, вы можете что-то считать и показывать, там, раз-два-три, и потом пропускать, пропускать потом слово, а жест оставлять. Дальше, практика договаривания, вот эта практика договаривания, это как раз, когда вы начинаете пропускать какое-то слово, или когда вы используете, у меня тут, к сожалению, нет, я просто уже, мы прошли с мальчиком этот этап, вот эти вот логопедические сказки, когда ребенок договаривает фразу, он уже знает, например, да, у него уже есть в речи, в инициативные слова какие-то, и вы с ним читаете сказку. Так, ну вот это здесь то же самое в доме, практика договаривания, практика альтернативный вопрос. Дальше, что мы еще используем, это тоже в запуске речи через чтение есть, вот сейчас у меня мальчик как раз вот на этом этапе, это давать больше шаблонов. Например, вот такие вот картинки. Смотрите, здесь шаблон составления предложения, да, вы можете сделать самостоятельно, кто у меня на курсе, вот запуск речи через чтение, вот не пропускайте вот эти вот вещи. Это, что? Яблоко, да, дальше мы описываем цвет. Какое яблоко? Ребенок выбирает цвет, форму, то есть вы ему даете шаблон. Эхалалия – это речь по шаблону, да, иностранный язык. Когда вы учите, чем больше у вас конструкций в голове, чем больше у вас шаблонов, тем больше шансов вам выйти на говорение, тем больше шансов, что вы будете своему собеседнику отвечать. Когда этих конструкций... И вот смотрите, чего больше всего опасаются мамы в использовании, да, там, шаблонов, пиктограмм и так далее, того, что это будет заученная речь. Но вы упускаете один очень важный момент, что речь – это и есть заученная речь. Просто в норме этот процесс происходит незаметно от вашего глаза. Потому что в норме, если у ребенка, да, все в порядке, у вас прошла беременность, роды, не было никаких инфекций, не было болезней тяжелых в первый год жизни, вы не замечаете, как проходят эти этапы. Ребенок, опираясь на то, как вы строите предложение, прописывает себе в голове вот этот учебник грамматический и начинает составлять предложения. Сначала они получаются какими-то корявенькими, да, он путает местами слова, не понимает, как что использовать, но постепенно, используя имитацию, да, используя метод проб и ошибок, он научается это делать. И тут то же самое, просто этот процесс, он становится для вас заметным, он становится для вас видным, потому что, да, вы столкнулись с определенными сложностями в развитии ребенка. К сожалению, такое бывает. Но когда ты знаешь инструменты, которыми можно работать, да, все можно сделать. Поэтому не нужно бояться того, что вы даете шаблон, и ребенок у вас будет говорить по шаблону, вы тоже говорите по шаблону, и я говорю по шаблону, просто у меня этих шаблонов в арсенале миллионы, да, поэтому я выбираю тот шаблон речевого общения, который мне сейчас, который мне сейчас нужен. Тем более, да, вот когда я сейчас учу иностранный язык, естественно, я там тоже пользуюсь вот этими шаблонами. А для ребенка, да, материнский язык, он как любой иностранный ребенок таким образом может абсолютно любой язык освоить. Да, он выбирает форму, вкус, да, вот тут сахар сладкий, кислый или там жгучий, и где растет, да, на грядке, куст или дерево, все, вот по таким шаблонам, которых там, и тут их очень много, там клубничку опиши, кружевник опиши, по таким шаблонам ребенок может учиться составлять свои первые фразы. Наподобие шаблоны у нас вот будут в курсе подготовки к школе, только там уже будут шаблоны составления текста, да, для нормотепичных детей там будет немножко другое. И вот этими шаблонами у меня сейчас пользуется моя племянница, ну не вот этими, а вот, которые у нас на подготовке к школе. У меня до сих пор обращается к ним иногда племянница, она пришла в четвертый класс, когда пишет сочинение. И ей помогает это написать сочинение в три-четыре раза быстрее, чем она бы делала без шаблонов, потому что не всегда возможно вот это все удерживать в голове. И когда у вас есть вот такие графические подсказки для ребенка, вы ему очень сильно этим помогаете. И вот эти, они просто в папках лежат, кто будет спрашивать, потому что там есть у вас вот это методическое пособие, запуск речи через чтение, но здесь слоги и буквы, да, то есть первый этап, когда вы учите только буквам и слогам. Это уже последний этап после букварного периода, это именно уже фразовые конструкторы, фразовая речь, когда вы выходите на фразу. И чем еще мы пользуемся в запуске речи через чтение и в работе с охлалиями? Это вот такими классными карточками. Я их очень люблю. То есть смотрите, здесь это специальные сюжетные картинки для вот неговорящих детей, которые мы выводим на фразу. То есть смотрите, здесь нарисована ситуация и ребенок должен спрогнозировать или понять или придумать, что в этой ситуации говорит мама, да, и что в этой ситуации говорит девочка. Я вот эти, кстати, иногда и на подготовке к школе использую, потому что что, мы здесь обращаем внимание на мимику, на выражение лица, да, вот там девочка грустит, а мама ее что, пытается накормить. Мы описываем, да, вот мы долго работаем по одной вот этой картинке. Но часто дети понимают сразу, что тут нужно сказать. Даже дети, у которых речь состоит практически только из эхололи, они понимают, что тут нужно, да, что тут мама говорит дочке и что тут дочка может сказать маме. И мы вот по таким картинкам работаем, составляем фразы и учим инициативной речи детей. Вот они там, например, вот здесь чаще всего просто дети говорят а и а, да, там один мальчик говорит а, и второй мальчик говорит а, вот они дерутся из-за игрушки. Вот здесь тоже чаще всего, какие фразы вот тут, в основном междометия, да, вот здесь там о-о-о, там они самолет увидели, у-у-у-у, и вот здесь, так, в методике через тени раньше их не видели. Мы их недавно только добавили. Ну, как недавно? Больше месяца назад или двух месяцев назад. Посмотрите. Еще знаете, почему вы могли не видеть? Раньше, когда методика запуск речи приобретали, раньше мы ее не давали отдельно, и все находилось в папке курсов дара речи. А сейчас, так как это отдельная методика, мы под нее выделили отдельный гугл диск, и, соответственно, если у вас нет доступа к этому гугл диску, вы не видите. Поэтому, если у вас нету, то тогда вы просто пишете Лене на почту, что-то случилось, она проверяет ваш доступ и дает вам доступ вот к этим пособиям, потому что мы там целую папку добавили фразовых конструкторов, там 15 штук, наверное, как минимум. Вы можете сделать это сами, понимаете? Это не обязательно, вот все брать сразу, да, и покупать. Вот мы когда с вами методику запуск речи через тени проходили, я вам говорила, что не обязательно, вот, пожалуйста, пособие, да. Например, вы изучаете букву А, вы же можете это сами сделать, нарисовать в центре листа букву А, сами нарисовать акулу, арбуз, или вырезать из каких-то книжек, из каких-то пособий ненужных, из каких-то упаковок. То же самое, то же самое здесь, да, там, например, у дома есть, да, вот тут у машины есть, а есть еще, там, у дома есть. Вы можете это сделать самостоятельно с ребенком. Просто я вам показываю это вот как именно, как шаблоны. То же самое здесь. Если у вас есть какие-то картинки, или вы можете сами что-то обрисовать, нарисовали какую-то ситуацию, а давай подумаем, что они здесь друг другу говорят, да, вот тут мама дочку спать укладывает. Просто, почему вот так мы любим? Потому что здесь ребенку понятно, что тут должна быть речь. На картинках, в книжках, а там же просто, например, у ребенка видит ситуацию, что мама, дочка, да, укладывает ее, например, спать. Но когда ребенок видит вот здесь пустое место, да, где обычно он воспринимает, да, дети, у которых охлали, они очень хорошо воспринимают символы. Именно поэтому мы учим их читать, да, и запуск речи через чтение, поэтому практикуем с ними. Ребенок вот здесь понимает, что здесь должна быть коммуникация. Поэтому вот эти карточки работают лучше, чем книги, но вы можете использовать абсолютно любой материал, да, который есть. Поэтому вот так. Дальше. Подкреплять жестами сказала, подкреплять действиями сказала, больше шаблонов обговорили. Практика договаривания. Сказали, да, когда вы убираете потихонечку слова из речи. Практика альтернативный вопрос сказала, да, когда вы предлагаете ребенку альтернативу. Причем, когда, например, вы предлагаете только да и нет, да, например, если вы уже изучили да и нет, и ребенок уже отвечает да и нет, то тогда мы предлагаем не да и нет, а, например, сейчас или попозже. Да, то есть мы предлагаем другие слова. И у нас есть слова, вы можете записать себе, какие самые частотные шесть слов, шесть слов нужно вызвать первыми у ребенка, да, ну, помимо да и нет. И счетного, еще устала, так, у меня уже сейчас скоро ребенок придет, так, давайте. Самые частотные шесть слов, которые мы должны вызвать у ребенка после да и нет и после счета. Давай, можно, хватит, еще, потом, сейчас. Да, вот эти вот слова. Альтернативные вопросы халалят, да, так и должно быть, они и халалят, и альтернативные вопросы сначала. Поэтому мы, что мы делаем, это, я, по-моему, уже здесь это говорила, в этой части эфира, мы ему эту халаллию возвращаем со словами в обратной последовательности, да. То есть вы понимаете, что когда он вам от халаля у вас вопрос альтернативный, это значит, что он все равно вам что-то сказал. Это значит, что он все равно идет с вами на коммуникацию, все равно он идет с вами на общение. Мы должны вернуть ему эту халаллию, поменяв слова местами, да. Чтобы понять, а что, что он выбрал, какой ответ он выбрал. Утвердительный, да, возможно, он вам подсказал этой интонации, возможно, он подсказал вам это каким-то невербальным средством общения. Поэтому, да, мы возвращаем эту халаллию для того, чтобы продлить коммуникацию. Потому что нам самое главное не убить желание ребенка коммуницировать, чтобы у него не возникло речевого негативизма. Потому что, когда ребенок хотя бы и халалит, да, мы понимаем, что он все равно идет на коммуникацию. Когда ребенок вокализмами с вами общается, мы понимаем, что он все равно идет на коммуникацию. Давай, можно, хватит, еще, потом, сейчас. Это не моя, это, по-моему, Бланк предложила. И они проводили очень много исследований. И подтвердили, что когда у детей появляются в речи, в инициативной, вот эти шесть слов, им проще выходить на самостоятельную коммуникацию. Потому что бытовое общение, оно чаще всего сводится к использованию именно вот этих вот шести слов, самых частотных. Ну, не считая да и нет. И поэтому, когда мы с помощью инициативной речи, да, с помощью вот различных способов, которые я вам перечислила, да, самые эффективные из них это договаривание. И самые эффективные из них это, ну, вот, шаблоны. Когда мы добавляем вот эти шесть слов в инициативную речь ребенку, ребенку проще выходить уже на самостоятельную коммуникацию. Потому что ему даже одного слова, сейчас или еще, или хватит, да, ему уже проще описать свое эмоциональное состояние. И нет нужды в этой ситуации использовать эхололию как средство ответа вам, да. И вы уже его начинаете понимать. Опять же говорю, и еще раз повторю, что инициативная речь, она всегда будет более скудной, чем эхололичная речь. И это нормально. Просто ребенку нужно больше времени и нужно понимать, да. Возвращаемся к первой части эфира, к причинам. Нам нужно понимать, а какая причина конкретно у вашего ребенка. А чаще всего это глобальное непонимание речи. И тогда мы должны много и много долго работать с различными словообразами. Очень хорошо это на методике запуск речи через чтение, когда мы еще дополнительным символом подкрепляем. У ребенка есть дополнительно, да, за что ухватиться в закреплении образа слова. И у ребенка появляется вот это инициативное слово в процессе. И вторая наиболее частотная причина, когда ребенок просто не понимает, как ему сгенерировать ответ. Это проблема основная у алаликов, да, когда у ребенка, у него просто нет таких инструментов. Ему нужно давать эти инструменты отчасти, да, шаблонами, которые я вам показала сейчас. Потому, ну просто нет их, понимаете, да, они не сформировались. Если у ребенка моторная аллалия, у него не формируются эти пособия, ой, пособия. Прочитала пособие, отвечаю. Может ли пройти эхолалия сама? Если эхолалия это как этап развития ребенка, но здесь мы ее не рассматриваем как эхолалия, тогда это имитация. Да, эхолалия, имитация это все-таки разные вещи. Если это просто этап развития речи ребенка, конечно, эхолалия проходит самостоятельно. Но тут важно понимать, о каком возрасте мы говорим, о каком состоянии ребенка мы говорим. Тут нужно вот эти моменты учитывать. Самостоятельно они проходят, если ребенок не достиг еще, например, трехлетнего возраста, и для него это как средство имитации речи, как средство, как этап. Да, просто этап, через который ребенок должен перешагнуть. Или когда у него есть не только эхолалии, но при этом вы видите в течение месяца, например, что у него прогрессивно развивается еще и самостоятельная речь. А эхолалии он тоже использует, но по остаточному принципу. Тут нужно смотреть. Так, ты кто это? Кто это мне написал? Ты кто? А ты кто? А ты кто? Так, как заказать пособие? Это методика запуск речи через чтение полностью. Отдельно пособие нельзя как-то просто скачать. Я поэтому вам их и показываю, потому что они входят в состав методики. Запуск речи через чтение – это третий этап методики. Я поэтому вам их и показываю, потому что вы можете сделать самостоятельно или попробовать что-то найти. Наверняка где-то можно что-то подобное отыскать. А так, это именно непосредственно методика запуск речи через чтение. Мы ее используем у всех практически детей после трех лет, кто еще не заговорил, у кого речь очень скудная, у кого только звуки, например, и кого нужно заводить именно на речевую коммуникацию. Посмотрите, у меня есть видео на YouTube на эту тему, потому что методика на самом деле очень хорошая, рабочая и эффективная. Так, не поняла немножко. Так, как научить ребенка играть в игрушки? Я здесь сейчас не смогу вам уже ответить, потому что у меня уже сейчас начнется диагностика. У нас есть эфир «Как научить ребенка играть» или приходите на мастер-класс. У меня скоро будет, наверное, через недельку, максимум через две. Смотрите за профилем. У меня будет классный бесплатный мастер-класс по моей методике «Дай пять», когда мы всесторонне развиваем ребенка. Я буду там делать акценты на разный возраст, на разные диагнозы, как играть, как приобщить к игре, как приучить к игрушкам и так далее. Будет большой хороший мастер-класс. Как разговаривать ребенка? Можно ли будет сделать эфир? Ой, у меня столько эфиров, друзья, как разговаривать о ребенке, и они все в открытом доступе на YouTube. По ссылке в шапке профиля переходите на YouTube-канал, и там есть прям папка «Прямые эфиры». Там столько прямых эфиров и про запуск речи, и про развитие речи, и про развитие фразовой речи. Извиняюсь, поправлю. Вот, поэтому... И там же по ссылке в шапке профиля можно зарегистрироваться на курс «Запуск речи через чтение». Так, все по ссылке в шапке профиля. Прямо заходите в профиль, нажимаете на ссылку, и там и на прямые эфиры есть ссылки, и непосредственно на пособие. Так, все, друзья, заканчиваем. Мне нужно подготовиться к диагностике. Как раз 10 минут у меня осталось, чтобы я подготовила пособие. Кто уже на курсе «Запуск речи через чтение», и если вы не видели еще этих пособий, зайдите в свои папки, проверьте, или пишите Лене, менеджеру, да, моему помощнице, на электронную почту, тоже по ссылке в шапке профиля, есть вкладочка «Что-то случилось?» и пишите «Не вижу, да, там новые пособия». И мы вам их отправим обязательно. Поэтому, все, всем спасибо, друзья, буду готовиться я к работе. Спасибо всем, кто был, и все, увидимся, эфир сохраняем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok